Доброе утро! На канале ОТС Новости в студии работает Екатерина Широких. В этом выпуске вы узнаете о том, как в регионе готовятся к выборам президента страны, почему в мегаполисе сносят Дом культуры имени Клары Цеткин и где можно найти себе четвероногого друга. Подробности далее. В дома новосибирцев придут обходчики из избирательных комиссий. В регионе стартует проект «ИнформУВИК». Члены участковых комиссий будут ходить по квартирам, рассказывать жителям о выборах президента России и отвечать на вопросы с 17 февраля по 7 марта. На поддомовые обходы привлекут больше 6,5 тысяч человек. Обходчики сообщат даты и время голосования, адреса избирательных участков, ознакомят граждан со сведениями о зарегистрированных кандидатах. При адресном информировании члены избиркома будут использовать мобильное приложение «ИнформУВИК», чтобы фиксировать пройденные дома, а также сверять данные о жильцах. Строительный мусор вывозят грузовиками с улицы Котовского. От здания 1936 года, известного новосибирцем как ДК Клары Цеткин, остались одни развалины. Статус аварийного сооружения получила в 2005 году, а в 2009 сделали проект реконструкции. Обсуждали разные варианты, но воплотить их в жизнь так и не удалось. Завершить снос 90-летнего здания должны до 1 апреля. Напомню, Дом культуры имени Клары Цеткин строили как клуб-столовую для жителей соцгорода и рабочих завода СИП-комбайн. Позже его превратили в концертный зал, где во время войны выступал оркестр Ленинградской филармонии. И долгие годы Кларушка была центром притяжения жителей Левобережья. По неподтвержденной информации, вместо ДК может появиться новый сквер. Гидроусилитель, руля, удобные кресла для водителей и пассажиров, климат-контроль. На смену старых автобусов в Болотнинский район приехала современная техника. Водители уже опробовали новый «Вектор». Подробности в следующем сюжете. Символичная передача ключей от нового автобуса. Как и предыдущие восемь, автомобиль приобрели в рамках государственной программы обеспечения доступности услуг общественного пассажирского транспорта. Таких автобусов в нашем автопарке еще не было. Будет использоваться он на маршрутах только города Болотного. Потому что автобус оснащен для перевозки в том числе и инвалидов-колясочников. Задняя платформа у него имеется. Имеется парапет, на который инвалид-колясочник может подниматься. Поэтому будет работать только по городу Болотного. Ступенька для входа пассажиров опущена. Водительское кресло эргономично. Приборная панель с подсветкой. Современный руль. Механическая пятиступенчатая коробка передач. Водители признаются, работать гораздо комфортнее, чем в старых пазиках. Когда я сел в него, поехал, чувствуется, что между тем и этим автобусом просто две разные вещи. Едет, тянет хорошо, бежит просто отлично. По трассе на нем вообще ездят. Если бы по трассе ездить бы на межгород, то это просто просто стало. Просто по трассе плывет. Больше пространства для пассажиров. Потолок салона стал гораздо выше. Расстояние между сидениями увеличено. Еще одна современная тенденция – низкий пол. Накопительная площадка, если нужно, превращается в площадку для инвалидов. Банда стоит, все это для инвалидов специально. Ну, это уже его отдельно отснимаешь. Установил, все. Как бы все спокойно заехали. Есть функция, что можно опускать его ниже площадки, чтобы сильно большой прокат не был для него, чтобы легче было заезжать. В 2023 году в области приобрели 206 автобусов для 32 муниципалитетов региона. Это стало возможным благодаря специальному казначейскому кредиту, выделенному правительством Российской Федерации и поддержке губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, который поставил четкую задачу – обновить подвижной состав во всех сельских районах и малых городах региона. Дмитрий Белькевич, Татьяна Овчухова, Андрей Новоселов. Новость ОТС. Жители нашего региона больше других пользуются банковскими услугами онлайн. Далее следуют Иркутская и Кемеровская области. К такому выводу пришли аналитики банковской сферы, проанализировав результаты 2023 года. Новосибирцы на 15% больше остальных оказались вовлечены в цифровое взаимодействие. В среднем житель региона в месяц совершает до 8 финансовых операций. Самые популярные услуги – оплата мобильной связи и оформление потребительских кредитов. Найти пушистого друга день хвоста проведут в Академгородке. Новых хозяев будут ждать несколько десятков животных. Все они привиты, стерилизованы, чипированы и имеют ветеринарные паспорта. Желающим обзавестись, питомцам рекомендуют взять с собой сумку-переноску, если вы планируете стать владельцем кошки, и поводок, если собаки. Для оформления договора понадобится паспорт. На ярмарке раздачи также откроют пункт приема подарков в приют и благотворительную распродажу. День хвоста пройдет 17 февраля с 12 до 18 часов в торговом центре Эдем. В Новосибирской области закрыли три школы из-за высокой заболеваемости ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, за неделю в регионе зарегистрировали больше 28 тысяч случаев ОРВИ и 418 гриппа. На карантине сейчас 90 групп в детских садах мегаполиса, а больше двух десятков классов школ на домашнем обучении. В области же несколько учебных заведений пришлось закрыть полностью. Пять новых трамваев и почти сотня троллейбусов, столько единиц техники пополнят городские автопарки. Новые машины сейчас проходят процедуру обкатки и регистрации. Кстати, с 1 марта почти треть рогатых начнет работать на маршруте номер 5, который будет продлен от остановки Ленинградская до микрорайона Стрижин. Что касается новых трамваев, они усилят маршруты левого берега. В планах обновить и правобережные трамвайные депо, закупить еще два десятка единиц транспорта. Отвести груз на скорость и продемонстрировать технику езды на тракторе. Лучших механизаторов выбирают в Сдвинске. Победители будут представлять район на зимней Спартакеаде. Подробности в следующем сюжете. На площадке 14 механизаторов. Сегодня они демонстрируют мастерство управления трактором «Беларусь». Участник должен подцепить груз, приобретать с ним трассу с препятствиями и вернуть груз в обозначенную точку. Денису Шевелеву не повезло уже на первом этапе. От волнения с трудом принял груз и потратил на это много времени. Сдравлика подзаедает и выскользнула. Не рассчитал маленько. Высокую профессиональную подготовку демонстрирует Денис Артемов. Спортсмен умело маневрирует трактором, виртуозно разворачивается в ограниченном пространстве, проезжает по горке, проходит змейку. Это тоже как бы ювелирная работа. Так вроде бы все получилось. Но надо побыстрее, чтобы результат был выше. И время, конечно, лучше. Спортсмены стараются пройти дистанцию за минимальное количество времени и не допустить ошибок. За каждый промах судьи снижают очки. Чисто технические такие ошибки. Ну и из грубых ошибок. То есть тоже опять же торопятся. Допускают грубую, что выходят неправильно с техники, с трактора. Ну это по сравнению с прошлым годом. Уже по времени намного быстрее выполняют элементы. То есть навык уже рабочих повышается. Соревнования среди механизаторов за счет земли спорта Киады проходят в Зеленском районе третий год. На селе тоже есть спортсмены, которые постоянно принимают участие. И мы немножко выпускаем простых людей, жителей села. Это дойеры, механизаторы. Сегодня мы как раз включаем их в спортивную часть. И они становятся спортивной составляющей спорта Новосибирского области, сельского спорта. Победитель представит район на 10-х областных сельских играх в городе Берцк. Сергей Толомачев, Галина Распопина, Сергей Шевченко. Новости ОТС. Кто отдыхает в Новосибирске? В Минкном развитии региона составили портрет типичного туриста. Так, среднестатистический путешественник, который выбирает наш мегаполис, это человек от 18 до 44 лет. Он не состоит в браке, не имеет детей, но трудоустроен и с высшим образованием. Месячный доход большинства гостей варьируется от 30 до 90 тысяч рублей. Причем зимой к нам чаще приезжают мужчины, а летом – женщины. Особенно популярны у путешественников культурно-познавательный, деловой, оздоровительный и детский туризм. Кстати, в прошлом году Новосибирскую область посетили почти 3 миллиона человек. Показ эко-моды, создание арт-объектов из мусора и квесты. В эти выходные в зале имени Катса пройдет юбилейный пятый фестиваль «Экологичный Новосибирск». Вход свободный, посетители ждут лекции об осознанном потреблении, мастер-классы по изготовлению предметов, многоразового использования, соревнования на вилошрёдере и интерактивные игры. Фестиваль пройдет 11 февраля в воскресенье с 12 до 18 часов. Кстати, их принести в пользу природе можно уже сейчас в экоцентре «Пчела». Сегодня принимают вторсырье, меняют мусор на мороженое. Счет в пользу абонентов. Жителям Левого берега, пострадавшим из-за коммунальной аварии, компенсируют плату за горячую воду и отопление. Сумма перерасчета по Ленинскому району колеблется от 20% до 154%. То есть это еще затрагивает и платежи за февраль месяц. То есть людям не будет предъявлена половина месячной оплаты за следующий месяц. Напомню, пересчитать стоимость коммунальных платежей за ЧП на теплосетях потребовал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Как складываются финансовые отношения у энергетиков и потребителей, следит оперативный штаб при правительстве области. На месте порывов коммунальные службы проводят работы по ликвидации последствий аварии. По ликвидации последствий аварийных отключений в системе теплоснабжения Левобережья Новосибирска на истекшие недели проводились профилактические работы на сетях, в том числе с отключением абонентов. Все отключения выполнены в пределах нормативов. Также велась работа по заявкам на регулировку систем отопления. Аномальные температуры для февраля фиксируют метеорологи Новосибирской области. С каждым годом самый вьюжный месяц становится теплее. Синоптики говорят, раньше погоду в нашем регионе в холодное время года формировал сибирский антициклон. Отсюда низкие температуры, отсутствие осадков, слабые ветра и ясное небо. Но градус февраля постепенно повышается из-за теплых циклонов с Атлантики. В среднем за последние три десятка лет в Новосибирске стало теплее на два с лишним градуса. Экранное искусство. Перекличка. В Центре культуры ЦК-19 открылась новая выставка. В экспозицию вошли работы, выполненные в технике видео-арт. Екатерина Петровичева оценила современное творчество. Пьер Кристиан Браше, коллекционер, ведущий телеканала «Культура» и преподаватель школы дизайна Высшей школы экономики, лично приехал на открытие выставки в Центр культуры современного искусства ЦК-19. Француза, живущего в России около 20 лет, с Новосибирском связывают особые отношения. В 60-е годы его отец был одним из первых иностранных ученых, кого Лаврентьев пригласил работать в Академгородок. Выставка, организатором которой выступил Браше, условно разделена на три части – тело, общество и идея. Исследование, кто ты такой, как ты живешь и так далее – это про себя в основном или про твоим соседям. Вторая группа, второй блок – это называется «Общество». Среди авторов экспозиции и начинающие художники – студенты школы дизайна Высшей школы экономики и именитые мастера в жанре видеоарт, такие как Дмитрий Кутов, Виктор Олимпиев и новосибирская арт-группа «Синие носы». Есть более молодое поколение, есть молодежь. То есть можно проследить, начиная с 80-го года, как развивался видеоарт в России, что происходило, как меняли, есть ли какая-то преемственность между художниками старшего поколения, более молодыми. Идея, съемка, монтаж и продвижение – в таком порядке действуют молодые художники современного искусства, а опытный наставник помогает студентам найти свой стиль. Очень важный этап – это распространять это. Распространять это в выставке, это принятие участия в разных фестивалях, попасть в коллекциях, в том числе. Выставку «Экранные искусства. Перекличка» можно посетить до 3 марта включительно на втором этаже. Екатерина Петровичева, Евгений Павлов, Новости ОТС. Из зимы в лето совершенно бесплатно. Сегодня в ботаническом саду «Соран» день открытых дверей. Желающие смогут прогуляться по оранжереям с редкими растениями старого и нового света. В преддверии Дня российской науки посетителям расскажут о фитотизайне интерьера, покажут необычные кактусы и экзотические деревья. Посетить бот-сад можно будет с 10 утра и до 3 часов дня.